Здравствуйте! Вы смотрите новость МТРК. В студии работает Александра Солмина и сейчас коротко о главном. Готовь трубы летом. Горожан, которые не успеют вовремя сделать промывку и опрессовку к отоплению, подключат последними. Вода без перебоев. 3 миллиарда тенге выделили в этом году на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. На манеже трюкачи-трессировщики и их очаровательные подопечные. В Петропавловск приехал советский цирк. И обо всем подробнее. В Петропавловске с начала лета готовятся к отопительному сезону. 30 домов уже получили паспорта готовности. А значит, с приходом холодов тепло появится в них в первую очередь. Ольга Файзулина подробнее. К отопительному сезону КСК «Березка» начал готовиться еще в мае. Заменили ненадежные трубы отопления за движки. До всеобщего ажиотажа в августе запчасти стоят дешевле, отмечает председатель Людмила Демидова. Под ее руководством семь домов. Сейчас по адресу улица Жумабаева, 105, проводят опрессовку и промывку. Подъем давления в трубах сразу выявил слабые места. Их тут же латают. Подготовка одного дома в среднем обходится в 50 тысяч тенге, говорит председатель КСК. Мы опрессовку делаем уже второй год. У нас один и тот же подрядчик. И я вам скажу так, что он нам цены не поднимает. Я, конечно, не знаю, как он с другими работает. Но мы всегда платим в среднем где-то 20 тысяч за один дом. Это только опрессовка. Ну и плюс исходные материалы. На данный момент у нас прошли опрессовку 5 домов. Осталось еще два дома. Но два дома чуть позже будем прессовать и промывать. А в соседнем доме по адресу Жумабаева, 115, с подготовкой к отопительному сезону не торопятся. Пока здесь заменили и подлатали прогнившие трубы. Но на опрессовку у жильцов денег не хватило. Завершающий этап отложили на неопределенный срок. Таких домов в Петропавловске более 900. Мы вот сейчас с жилищной инспекцией полностью контролируем этот вопрос. Будем в день приблизительно, мы сейчас прикинули, 60 домов обходить. Встречаться с председателями, старшими по домам. Когда, что, как это. Дом, если не готовят, будем приглашать на штаб. Потому что вот те цифры, которые я назвал, уже 115 у нас уже опрессовали. И 50 домов уже подали заявление. Значит, наши возможности, вот реальные или нереальные нам подготовиться к отопительному сезону, реальные. Значит, у нас 12 фирм, которые делают промывку, опрессовку. По словам советника Акимогорода, дома, не получившие паспорта готовности, к теплу будут подключать в последнюю очередь. Сейчас разрешительные акты есть лишь у 30 домов. Ольга Файзулина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. В этом году на реализацию программы «Нурлы Жол» в Северный Казахстан направили порядка 15 миллиардов тенге. Больше трех из них пойдет на модернизацию объектов ЖКХ. Какие вопросы сегодня требуют особого внимания? Об этом энергетики и члены партии «Нурлатан» говорили на заседании комиссии партийной фракции в областном Маслихате. Ирина Панфилова рассказывает. В этом году на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства области по программе «Нурлы Жол» направили 3,3 миллиарда тенге. В планах реализовать шесть проектов по водоснабжению и водоотведению. Будет реализовано таких крупных два проекта, как по реконструкции южного коллектора диаметром 800 миллиметров, реконструкция водовода от носа станции первого подъема, реконструкция канализационного коллектора по улицам Пушкина, Заводская. Договор на реализацию четырех проектов компания «Казалжар-Сул» заключила. Работы уже идут. Сдать объекты в эксплуатацию планируют до конца года. У нас и по канализации по водопроводу в общем мы положим около 15,5 километров, что позволит, естественно, снизить износ, общий износ по водопроводу с 70% до 60% или 58%, вот так примерно. Что касается канализации, с 68% на 58% думаю снизим износ. На совещании говорили и о проблемах, которые имеются в сфере строительства и ЖКХ. Есть вот вопросы с водопонижением по микрорайону Береки. Это вообще всего города касается. Почему вот это износ тепловых сетей, почему? Потому что грунтовую воду очень близко. А вот в том микрорайоне это особенно сейчас проявляется, потому что новый микрорайон решать нужно. Там ведутся работы по ревневой канализации, частично эту работу провели. Их надо проведить не уже не в существующих микрорайонах, как делается сейчас, а до того, когда начинается строительство. Всего в этом году на реализацию программы Нурлы Жолы с республиканского бюджета Северному Казахстану выделено 14 миллиардов 844 миллиона тенге. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев. Новости МТРК. В Петропавловске состоялась третья внеочередная сессия гормаслихата. На повестке дня 6 вопросов. Сначала заслушали доклад начальника городской местной полицейской службы. Александр Михайлов рассказал об итогах работы за полугодие. В Петропавловске за это время отмечено снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах на 13%. На улицах сейчас стало спокойнее, отметил Михайлов. Число хулиганств сократилось почти на 60%. Настолько же и вымогательств. Заявлениями о мошенничестве в отделении обратились 340 пострадавших. Это на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года. Стражи порядка считают все это благодаря профилактике. Кроме того, в бюджет поступило свыше 78 миллионов тенге. Их выплатили нарушители правил дорожного движения. За различные правонарушения задержано 20 122 правонарушителей. То в прошлом году их было 18 602. Из них за управление в нетрезвом состоянии 287. В прошлом году 329. Выезд на полосу встречного движения 169. В прошлом году было 167. Не уступил дорогу пешеходам 483. В прошлом году было 557. Нарушение правил дорожного движения пешеходами. 3591. В прошлом году было 3733. За управление без ремня безопасности. 3218. Кроме того, народные избранники приняли решение о корректировке базовых ставок земельного налога и о методике ежегодной деятельности госслужащих. Один из самых важных вопросов в бюджет Петропавловска депутаты обсудят в ближайшее время. А сейчас у нас реклама. Не переключайте канал. Впереди еще много важного и интересного из жизни региона. С детства мы мечтаем о доме. Дома мы в безопасности. Все помнят дом, в котором выросли. Каждую комнату. Мы измеряем планету расстоянием до нашего дома. Дома мы можем расслабиться и быть самими собой. Семьи нас ждут именно в нем. В нашем доме. Казградстрой. Мы строим дома для ваших семей. Машиностроительный колледж города Петропавловска объявляет набор абитуриентов по следующим специальностям. Станочник широкого профиля. Электромонтер по ремонту промышленного оборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь по ремонту автомобилей. Зачисление ведется на конкурсной основе без вступительных экзаменов. Бесплатное обучение. Диплом государственного образца. Выплата государственной стипендии. Возможность получения водительских прав категории B и C. Приглашаем вас в ресторан Классик. Прекрасная кухня, разнообразное меню, блюда восточной и европейской кухонь и богатая винная карта. Ваш вечер украсят живая качественная музыка и великолепный вокал. Для проведения торжеств предлагаем 4 комфортных банкетных зала. Есть комната для курения, детская комната и Wi-Fi. У нас возможен расчет и с помощью электронных карт. Мы организуем для вас любой праздник. От делового обеда до банкета и свадьбы, дня рождения или юбилея компаний. Оформим зал и составим развлекательную программу. Отличный сервис, роскошная сервировка и изысканные блюда. Все это ресторан Классик. Ресторан Классик. Улица Абая, 64. Ресторан Классик. Субтитры подогнал «Симон» Вы смотрите новости, мы продолжаем. В этом году 8 госслужащих обвинялись в получении взятки. Недавно антикоррупционная служба завела дела в отношении еще трех чиновников. По данным следствия, они препятствовали ввозу голландских цветов в Петропавловск. После получения вознаграждения за свое покровительство, дело шло быстрее, говорят антикоррупционеры. В течение трех месяцев специалисты службы следили за подозрительными госслужащими и выяснили, вымогательство взяток они поставили на поток. Руководитель областной карантинной лаборатории Толосбаев, руководитель Петропавловской теринспекции комитета госинспекции в аграрном комплексе с адвокасов по решению суда арестованы на два месяца. Третий участник коррупционного преступления Усатенко сейчас находится под подпиской о невыезде. В случае, если вина госслужащих будет доказана, им грозит от 6 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Данные должности лица всячески препятствовали закону предпринимательной деятельности, в частности, затягивали сроки выдачи сертификата соответствия товара и ставили в такие условия, чтобы он вынужден был дать взятку. После чего предприниматель обратился к нам с заявлением, и мы провели соответствующую оперативную работу и задержали их с поличной. Сумма взятки варьировалась в зависимости от партии возимой продукции. Одна машина от 70 до 100 тысяч тенге. В месяц до сотни машин заезжают на территорию Североказахстанской области. Ежегодная республиканская акция «Внимание, пешеход!». Во время этой операции стражи порядка и юные инспекторы дорожного движения рассказывают водителям о необходимости соблюдать правила, раздают памятки и брошюры. Для этого выбрали наиболее оживленные улицы Жамбыла и Интернациональную. А с наступлением темноты на улице Конституции Казахстана полицейские и активисты раздавали североказахстанцам светоотражающие браслеты. Благодаря таким аксессуарам ночью пешеходы видны на расстоянии до 100 метров. Отмечу, за 6 месяцев этого года в стране зарегистрировано почти 8 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых 910 человек погибли, больше 10 тысяч получили травмы. Акция «Внимание, пешеход!» продлится до 24 июля. И мы продолжаем. 182 миллиона тенге. Столько в этом году из областного бюджета направили на ремонт улицы Партизанской. Скоро там появится новый асфальт, бордюры и открытые ливневки. С фронтом работ знакомилась Ирина Панфилова. Итак, по 5000 квадратных метров асфальта в день занимается реконструкцией улицы Партизанской компания «Дорожник Ашикаспан». Начали две недели назад, готовы уже 20% от общего объема. Полностью заменены бордюры будут старые на новые, значит полностью будет заменена открытая ливневая канализация. Установлены 8 автобусных павильонов новых совершенно по этой улице, значит новые светофоры. Делают дорогу 15 человек, задействована порядка 25 единиц техники. До этого года Партизанскую ремонтировали около 8 лет назад. Тут были проложены подземные коммуникации, это водопровод и канализация, тем самым затрудняя проезд транспорта, в том числе и общественного, создавая тем самым аварийные ситуации. В текущем году по поручению Акима области из областного бюджета выделено 182 миллиона 800 тысяч тенге на проведение среднего ремонта данной улицы. Автолюбителям приходится объезжать этот участок дороги, но они не жалуются. Они понимают, что скоро здесь будет новая ровная трасса. Особенно рады таким переменам жители этого района. Безобразная была дорога, вообще не проехать, не пройти было. Но сейчас нормально уже. Дай бог, чтобы было все хорошо, чтобы Петропавловск нас расстраивался, чтобы было красиво. Ремонтировать Партизанскую будут от улицы Егемен Казахстана до Пушкина. Завершить работы планируют к октябрю. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, новости МТРК. Новая спортивная площадка появилась в Петропавловске. Открылась она по адресу улица Батыр-Баяна, 11. Летом футбол, зимой хоккей. Данный корт многофункциональный и может быть задействован круглый год. На его обустройство из городского бюджета потратили миллион тенге. Новую площадку вместе с ребятами опробовал Денис Севков. Во дворе дома по адресу улица Батыр-Баяна, 11, сегодня праздник. Открывают новую спортивную площадку. Раньше на этом месте был старый, давно заброшенный корт. Его не ремонтировали с 90-х годов. По поручению жильцов домов по улице Батыра-Баяна, 11 и по поручению Акимовой области Ирика Хамзиловича Султанова была восстановлена спортивная площадка универсальная. С начала года два футбольных поля уже были построены по улице Партизанская, 185 и на территории школы первой гимназии. Площадка универсальная. Летом здесь можно играть в футбол, зимой устраивать хоккейные баталии. На реконструкцию коробки потратили миллион тенге. Деньги выделили из городского бюджета. В этом году я решился и написал письмо на Акимовой области, которое меня в течение, наверное, трех дней приняло. Вопрос очень быстро разрешился. В течение недели эта хоккейная коробка была построена. Та старая демонтирована, вывезена, все, песок завезен. Вот эти мячи – подарок детям от представителей областного филиала партии «Нуратан». Кстати, вместе с ребятами они решили опробовать презенты. Мы, конечно же, очень рады, что у нас новая футбольная коробка, очень классная, очень удобно играть здесь. Теперь мы будем меньше играть за компьютером, будем чаще гулять, играть в футбол. Ну, я очень рад, что так сделали. Я очень люблю футбол, я болею за «Реал Мадрид», и я очень рад, что построили эту коробку, и нам мячи будут выдавать, и мы будем играть все вместе. До конца года в Петропавловске построят еще три мини-футбольных поля. Кстати, появятся и новые тренажеры в поселке Барки и на стадионе Жастар. А в парке культуры и отдыха построят многофункциональную спортплощадку. Она будет состоять из уличных тренажеров и футбольного поля с резиновым покрытием. Денис Севков, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. И к другим темам. В саду моих воспоминаний. В Петропавловске состоялась презентация книги нашего земляка, известного общественного деятеля, экс-депутата Сената парламента Казахстана Тазбая Симамбаева. Издание будет интересно и взрослому поколению, и молодежи. На четырех сотнях страниц не только воспоминания из жизни автора, но и 70-летняя история нашего края. Познакомилась с мемуарами и наша съемочная группа. Помню 60-70-е годы. Тазбай Симамбаев читает отрывок из своей книги. Его с интересом слушают больше сотни гостей. Многие из них, возможно, увидят в ней свое имя. Это уже третье издание автора. Здесь собраны воспоминания нашего земляка. Говорит, жанр далек от автобиографического. Это не просто сухое изложение событий. В каждой странице его душа. Кстати, не случайно мемуары вышли в юбилейный для нашей области год. По книге можно проследить историю длиной в 70 лет. Познакомиться с яркими моментами в развитии Северного Казахстана. Прочитать историю освоения церинных земель. Мы можем прочитать 60-е годы, когда замечательный рост нашей экономики страны был. В этой книге мы прочитаем о 70-х, 80-х годах. О годах нашей независимости. Вот в этом году 25-летие независимости. Эта книга будет, я думаю, настольной книгой для нашей молодежи, для взрослого поколения. Взрослые почитают, и у них ностальгия о той прекрасной нашей молодости. Молодые почитают. Эта книга получит оттуда и мудрость, и советы старшего поколения. Обязательно прочтет книгу сам и советует не обойти ее вниманием остальным Габит Кунербаев. Говорит, это откровение истинного патриота. А он об этом знает не понаслышке. С Тазбаем Симомбаевым дружит с детства. Его путь, описанный в книге, видел своими глазами. Работать начинал агрономом, большую часть жизни посвятил обществу. Был секретарем обкома комсомола, райкома и областного обкома партии, Акимом Сергеевского района. Тазбай Симомбаев единственный в стране человек, который трижды входил в состав Верхней Палаты Казахстанского парламента. Всегда добрый и отзывчивый, и даже став большим человеком, не забывает о своей малой родине, рассказывает его друг. Наоборот, с годами его тянет родная наша земля, родная наша деревня. Он в году раза в три-четыре он бывает в родном ауле, в нашем районе. И интересуется всеми проблемами жизни района, нашего села. Конечно, и старается помочь. В настоящее время он оказывает помощь родной школе, Желтырской неполной средней школе. Книга только из типографии. Выпустили 700 экземпляров. Большую часть изданий, говорит автор, передадут в библиотеки и школы региона. Александра Солмина, Желдузбек Ермуканов, Новости МТРК. Поднять 300 килограммов – это и так-то под силу не каждому. А вот 22-летний силач делает это зубами. Эффектное выступление артиста смогли увидеть и петропавловцы. На манеже советского побывала съемочная группа МТРК. О секретах циркового искусства в нашем сюжете. Трибуны переполнены, гаснет свет, начинается цирковое представление. Зажигательные танцы, веселые клоуны, завораживающие выступления иллюзиониста вызывают восторг и у детей, и у взрослых. А вот на манеж выходит Мумин. В цирке силач второй сезон. В свои 22 года он без труда лопает грелки, поднимает тяжелые предметы. Более 300 килограммов – зубами. А заключительный номер Мумина и вовсе повергает публику в шок. Тем временем к номеру готовятся пернатые четвероногие артисты. Нашу съемочную группу «Белоснежные шпицы» приветствуют звонким лаем. А енот Яша так и норовил забрать камеру. Знакомьтесь, а это трехгодовалая Саша. В цирке она с полутора месяцев. Как и любой ребенок, любит внимание и сидеть на ручках. Пойдем? Пойдем. А вот и напарница Александра Люся. Кстати, три месяца назад она стала мамой. Однако маленького Люсика пока не дрессируют. Его звездный час настанет не раньше, чем через полгода. Впрочем, дуэтом на манеже работают не только эти животные, но и кайманы. От их выступления у зрителей мурашки по коже. Гений скоро исполнится 28 лет. В цирке он выступает восьмой год. Длина рептилий – 2 метра, весит больше 60 кило. Но, как говорит хозяин крокодила, Игорь Яковенко, своя ноша не тянет. Сначала было жутко, рассказывает дрессировщик. Однако сработались быстро. Конечно, не обходится и без казусов. Маленький крокодил, как бы, братец его. Вот он у нас бегал, ловили, всем цирком искали, нашли, слава богу. Все закончилось отлично. Как показал наш блиц-опрос, цирк любят все. Первая часть программы покорила зрителей. Очень разнообразная программа. Силач понравился. Клоуны очень понравились. Дрессировщики. Очень разнообразные. Для детей приятно. Нравилось всего этот цирк и дядя, потому что он самый сильный, самый лучший. Клоуны собачки понравились. Сильно, дядя губ, но вы мне делали, когда он утром. Антракт оконченный. На манеж выходят гимнасты, сменяют их дрессированные хорьки. Особенно нравится выступление маленьких забавных зверушек в детворе. И вот номер, которого ждали все. Дикие кошки на арену выходят грациозно, словно на прогулку. Покорно рассаживаются и выполняют команды дрессировщика. С тельвицей Нала, тигрицами, зитой и гитой Азамат Хусинов работает 6 лет. За это время изучил характер каждый. Говорит, метод кнута и пряника здесь не подходит. Нужны любовь и ласка. Левица у нас такая, он мягкий характер, вот зита у нас там середины, тигрица, средненькая. А самый вот это плохой у нас, это не плохой, это характер такой. У него там бывает хороший, бывает там плохой, мы работаем с этим. В эти выходные артисты цирка «Советский» проведут заключительное выступление. Ирина Панфилова, Жулдазбек Ермуканов, новости МТРК. Вот так завершилась очередная рабочая неделя. Смотрите новости МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи. О погоде на субботу 23 июля. Днем пасмурно, без осадков. Ветер северный, скорость 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22, днем 25-27 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова